Если первые недели самоизоляции люди воспринимались энтузиазмом, то чем дальше идет время, тем сложнее сидеть дома. Фильмы, сериалы пересмотрены, книги прочитаны, а на улице полным ходом идет лето, наступает время отпусков и каникул. Хочется выйти на прогулку, насладиться летней теплой погодой и свежим воздухом. Но так как режим самоизоляции и самосохранения продолжается, и непонятно, что нас ждет впереди, от этой неизвестности начинает нарастать психическое напряжение. Доцент Института психологии и образования КФУР Амиль Гарифуллин рассказал, как провести лето в условиях ограничений. Еще раз говорю, профилактика и плюс разумная оценка того, что происходит так, чтобы не потерять основания для выживания. И не возникли проблемы, которые страшнее, чем проблемы у самого коронавируса. Чтобы поддержать свое моральное состояние и душевное благополучие, нужно составить список планируемых дел, которые раньше показались нам приоритетными. Пока рестораны и кафе закрыты, самое время прокачать свои кулинарные способности. Самоизоляция не повод отказываться от кулинарных изысков, а возможность улучшить свои навыки. Сейчас люди научились выявлять важные средства профилактики, которые не связаны с нахождением дома. Актуальнее есть такие приемы. Это очень важно. Мы не знаем, когда это закончится, но в глубине души верим, что все наладится. Лилия Баталова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс.